Ты вперёд к победе лети, Атакуй ведь нет, обратно пути, инфинити! Знай, земля силы полна, Пусть твои мечты питает она. И гроза тебе не страшна, В бурю мощь твоя растёт, как волна. Ты волчок свой раскрути, И желанье воплоти, И сопернику теперь не уйти! Только сильный пройдёт свой путь, И найдёт силы не свернуть. Только сильный, или это ты, Все старания твои не пусты. Помни про баланс, И лови свой единственный шанс! Инфинити надо загадать! Нападать, защищать, Побеждать, не отступать! Ты вперёд к победе лети, Атакуй ведь нет, обратно пути! Инфинити надо! Двенадцатая серия. Правда о предательстве. Здесь и будут проходить наши особые тренировки. Они начинаются уже сегодня. Внимание! В лагере мастер поединков не будет разделения на старшие и младшие курсы. Вы все равны. Вы здесь просто игроки надо. Перед вами стоит одна цель. Перенять друг у друга опыт и стать лучше. Каждый из профессоров всегда готов с вами сразиться. А самые смелые могут бросить вызов мне. Сразиться с профессорами? Вот видишь, Люк! Мы молодцы, что записались в лагерь мастер поединков! Да, тут классно! Вам не часто выпадает шанс сразиться с более опытными учениками Академии НАДО. Так что используйте эту возможность, чтобы отточить свои навыки борьбы. Ну что же, объявляю лагерь мастер поединков открытым! Не так я себе это представлял. Как уборка арены поможет отточить навыки. Эй, малышня, хватит отлынивать. Да не отлыниваю я. Это наша обязанность. Райан делать уборку арены каждый день. Ну да, ну да. Уборка позволяет тщательно изучить арену, что потом помогает тебе в битве. Так, давайте-ка напрягитесь. Посмотрим, кто работает усерднее. Да, сейчас. Посмотрим. А, нашли в чем соревноваться. Вот так, вот так, вот так, вот так. Это так здорово! Вчера соперники, а сегодня трудимся бок о бок. Ха, ну и в этом мы соревнуемся. Ну все, хватит мести. У нас куча других дел. Нам еще и палатки самим ставить. Эй! А ну стой! Ничего, это тоже полезно уметь. Вдруг когда-нибудь пригодится. Ну да. Обычно в походах я спал без палатки. И на утро был весь искусен. Ха-ха-ха! Мне впервые приходится все это делать своими руками. А, это же здорово! Так, это куда можно положить? Да вот, клади сюда. Вики, у тебя все в порядке? О! Если что-то не получается, я могу помочь. Не нужно. Спасибо, Лили. Думаю, я справлюсь сама. Ого! Старшекурсники и палатки быстрее ставят. Чего? Сейчас я ее мигом поставлю. Надь. Так. Угу. Ну что, как вам? Ого! Здорово! Фух. Вот, и я тоже все. Уже? Как ты быстро! Ну, и чем мы хуже старшекурсников? Зачем мы тащим такую тяжесть? Да, тяжеловато. Эй! Смотрите, они уже закончили. Правда? Тогда и нам нужно поторопиться. Зачем? Я взял из дома современную палатку. Ее можно поставить в два счета. Глазом не моргнешь. Да ладно? Том! Поставь чемодан сюда. Сейчас вы просто обалдеете. Подожди, подожди. Ух ты! Это переносная барбекюшница. Здорово! А тут надо просто нажать кнопку, и палатка разложится автоматически. Ну как? С таким снаряжением мы их всех быстро сделаем. Это потрясающе! Ты просто гений! Неудивительно, что ты становился чемпионом все эти годы. Ты все продумал! Да еще бы, как всегда. Ой! Ай! Что случилось? Вытащите меня отсюда! Вытащите меня отсюда! Мы сейчас тебя спасем! Мы сейчас тебя спасем! Что там происходит? Да что ж там происходит? Что у них на этот раз? Где вы? На помощь! Помогите! Скорее! Быстрее! Сказали же, использовать только школьное снаряжение. Да! Простите! А ну, построились в ряд! Настало время поединков учителей с учениками! Ура! Чудесно! Тогда я буду первым. Кто из вас хочет стать моим первым противником? Я хочу! Я давно не сражался! Профессор! Можно я? Я хочу с вами сразиться! Пожалуйста, можно я? А ты у нас Райан с факультета атаки. Ну, хорошо. Выходи и сразись со мной! Ура! Круто! Для меня это честь, профессор! Давай, Райан! Вперед! Постарайся продержаться подольше! Райан, ты справишься! Вперед! Райан, вперед! Райан, я в тебя верю! Пора в бой! Огненный дракон! Отлично! Священный охранник готов к бою! Попробуй пробить его защиту! Райан, не подведи! Покажи, что умеет факультет атаки! Понял! Именно это я и собираюсь сделать, профессор! А ты, похоже, самоуверенный! Вы готовы? Это первая битва в нашем лагере, так что ее запомнят все! Три! Два! Один! Надо! Победа любит тех, кто не зевает! Вперед! Атакуй его! Огненный дракон! О! Он атакует? Хорошая идея! Но такой атакой никогда не пробить мою защиту! А? Не вышло! Ну что же! Моя очередь! Священный охранник! Нет! Как это? Так быстро! Как он быстро прыгал? Как быстро прыгал! Трудой профессор! И он был в команде, которая нас победила! Не битва, а просто позор! Они еще мало умеют! Что? Ты куда? Хочу сразиться! Я проиграл! С моими навыками ни за что не победить профессора! Думаешь это так? Что? Держу пари, ты думал, что не сможешь победить профессора Уилбора еще до начала битвы, верно? Эм... Нет! Конечно же я рассчитывал его сразить! Но не вышло! Мне еще очень далеко до мастерства профессора! Потому что в душе ты уже смирился с поражением! Послушай, Райан! Каждой битве придавай большое значение! Сражайся яро и неистово! Никогда не думай, что проиграешь! Настраивайся только на победу! Только так ты раскроешь свой безграничный потенциал! Тренер Дэниел! Не загоняй себя в рамки! Выходи на битву, думая только о победе! Только так ты разовьешь свой потенциал и станешь сильнее! А? Я понял! Спасибо большое, тренер Дэниел! Не щади его, призрачный лук! Не зря Фрэнки считают лучшим в академии! Но ему рано праздновать победу! Мою защиту ему не сломить! У Фрэнки сбалансированный надо, но при этом у него очень мощная атака! Он даже удерживает священного охранника! Он бьется с профессором на равных! Но мы смогли победить команду, которую он возглавляет! Просто невероятно! Сложно сказать, кто бы выиграл в новой битве! Не загоняй себя в рамки! Мысли только о победе! С тобой все нормально? Со мной? Да, все нормально! Точно? Да! Какая битва! Даже наблюдать за этим круто! Скорей бы следующий поединок! Ну ладно, хватит! Пора заканчивать! Сейчас узнаем, кто победит! Вперед, призрачный лук! Аааа! Профессор, давайте сразимся еще раз! Хм, а ты читаешь мои мысли! Профессор, я готов! Тогда начнем наш бой! Три! Два! Один Надо Вы это видели? Я выиграю, в следующий раз точно Райан! Решено! Теперь с кем бы я не сражался Буду побеждать всех подряд Ну что ж, давай, Люк, к бою! Три Посмотрим, чему ты меня можешь научить Два Не думай поддаваться, Лили Еще чего! Один Будем биться! В бой, огненный дракон! В этом бою я точно не проиграю Я настроен только на победу Так держать Теперь будут битвы двое на двое Вы будете сражаться в парах против кого-то из профессоров Алан, хочешь со мной? Давай вместе Профессор, мы готовы сразиться! И мы! Мы тоже готовы! Мы тоже готовы! Чего? Давай, Люк, пойдем же скорее Стой! Вообще-то мы были первые, а ты лезешь без очереди Да ладно тебе, без поединка ты не останешься! Мы друзья вообще-то, ты чего кипятишься? Это как-то неправильно Не ссорьтесь, можете пойти первыми, если хотите Ладно, уступим в этот раз Вот это рвение Это плохо? Ладно, первыми из студентов пусть сразятся Люк и Райан С вами сразимся я и профессор Ваниш Три! Хоть профессор Ваниш и мастер атак, поражение нам не грозит Ведь я уверен в нашей победе Чего? Два! Но если мы все-таки хотим победить в битве с профессорами Нам нужен неожиданный ход Неожиданный ход Неожиданный ход Один! Точно! Надо! Надо! Вперед! Огненный дракон! Вот так! Профессор Аврора, в сторону! Что? Что он делает? Прекрасно! Атакующий игрок всегда выбирает тактику нападения Не зря, он учился именно на моем факультете атаки Вперед! Так держать! Покажи все, что ты умеешь Давай! Что такое? А теперь лети! Огненный дракон! Нападай! Странный прием Супер! То, что нужно! Не останавливайся! Давай еще! Огненный дракон! Что? Опять? Что это за прием? А? Это же... Вики, мне же не показалось, что это... Ты прав! ...те самые приемы! Проблем не избежать! Давай, давай! Я просто обязан победить! Это очень подлый прием! Вперед! Где-то я уже видел такой приемчик! Еще бы! Так бился тот незнакомец из переулка! Если он продолжит в таком же духе... Ему здорово влетит! А этот Райан неплохо бьется! А? Я справлюсь! Я готов применить любую тактику, лишь бы одержать верх! Ах, Райан... Он понял буквально... Не останавливайся! Бейся! Огненный дракон! Стой, Райан! Так нельзя! Немедленно прекрати! Как ты... А? Давай! Добей его! Он такими темпами разобьет арену! Эй! Говори, кто научил тебя таким жестоким приемом? Разве не ты? Райан? А ну, хватит! Быстро прекрати! Почти! Мы почти победили! Ты меня услышал? Прекрати! Прекрати! Сияющая звезда! Уходи! Райан! Все равно проиграли! Нет! Как же так? Почему? Проиграть профессору не зазорно! Это было слишком, Райан! Чего ты раскричалась? Профессор! Это было не в счет! Давайте еще раз прошу! Нет! На сегодня это все! Пора всем отдохнуть! А? Это все? Парные поединки ведь только начались! Райан! Люк! Подойдите, пожалуйста, ко мне в палатку! А... Подождите, ректор! Зачем? Ты и сам знаешь! Наверняка он в ярости! Надеюсь, это не из-за того, что я использовал новый прием! О, нет! Райан, скажи мне, пожалуйста, что сегодня с тобой происходит? Я поощряю желание изучать новые приемы, но те, что ты использовал сегодня, были слишком жестокими. У нас в Академии никто не мог тебя такому научить, поэтому выкладывай, где ты им научился. Слушаю внимательно. Ну, я просто... Я... Сегодня ты зашел слишком далеко! Ректор Стрингер будет в ярости! Я же просто хотел победить! И все! Сначала я растерялся, но потом решил использовать те приемы. Ты же понимаешь, почему я так сделал, Люк? Что? Райан, я не думал, что ты решишься использовать эти приемы. Я знаю, что к каждой битве ты относишься предельно серьезно, но еще никогда ты не был готов пойти на все ради победы. Что тогда отличает тебя от того незнакомца из темной обители? Твой инфинитинадо едва не сломался! Неужели тебе нравится так сражаться? Ну... Не говори ректору, где ты этому научился, иначе тебе не сдобровать! Если правда когда-нибудь всплывет, нам точно достанется от профессоров! Я не хочу никаких проблем, Райан! Мы должны придумать, как все это исправить! Ну да, я тебя понимаю, но я не знаю, как все исправить! Как-нибудь? Вот Люк вообще тут ни при чем, но ему тоже из-за тебя достанется! Да ладно! Люк, прости меня! Не страшно, Райан, не переживай об этом! Я? Меня никто не учил! Эти приемы пришли мне в голову во время сражения! Получается, что я сам их изобрел? Да, правда! Да, конечно! Я решил добавить некоторые элементы из бокса! Бокса? Да! В детстве, на одной из тренировок в горах с моим папой, я прочитал книгу, написанную Хранителем Боевых Искусств! А! Хранитель Боевых Искусств! Говоришь, ты прочел его книгу? Вот именно! Поэтому мне и пришло в голову использовать какие-нибудь приемы оттуда! Например, прыжки, махи руками и ногами! И вот так! Раз-два! Хоп! И еще! Ладно, ладно! Я понял! Эй, Райан! А? Вы серьезно? Может, взгляните на свои инфинити надо? А? Наши инфинити надо? Ну да! Я так полагаю, ваши инфинити надо сейчас с вами! Конечно! Тогда вставайте! Сейчас! Ой, выглядит ужасно! А как иначе? Ты сам довел его до такого состояния! Разве ты хотел добиться этого? Я... Инфинити надо – самая важная вещь в жизни игрока! Всегда помни об этом! Договорились? Да! Тогда все! Можете идти! Ладно! Прости, огненный дракон! Почему ты до сих пор стоишь здесь, Люк? Что-то хочешь рассказать? Ректор Стрингер, вот как все было! Ничего, мы обязательно найдем способ победить! А где Люк? Итак, вы встретились с жителем темной обители. И выходит, Райан от него узнал про все эти приемы. Ректор, почему люди из темной обители туда приходят? Зачем ты хочешь знать? Вы как-то мне рассказывали, что... Академия НАДА однажды подверглась атаке, и был украден дух звезды – энергетический элемент, который охранял мой дедушка. После этого дедушка и фантом, парень, поступивший в академию по особому праву, исчезли. Вы предположили, что в этом были замешаны жители темной обители. Как вы думаете, они снова что-то замышляют? И еще, я все никак не могу понять, что за люди живут в темной обители, и почему вы тогда решили, что это именно они напали на Академию НАДА и украли дух звезды. Не могли бы вы рассказать обо всем этом побольше? Пожалуйста, ректор Стрингер. Люк, ты особенный. Ты прислушался к моему совету, и твои навыки борьбы день за днем становятся все лучше и лучше. Ты превзошел все мои ожидания и даже победил Фрэнки, лучшего ученика. Поэтому, я думаю, что уже пора рассказать тебе всю правду о темной обители. Мои слова о том, что дух звезды украли люди из темной обители – не просто предположение. Мы удостоверились в том, что к краже причастны жители темной обители, однако все это удалось спланировать именно ему. Фантому? Именно. Бывшему ученику твоего дедушки. Фантому. Что? Уверяю тебя, человек, который привел в Академию людей из темной обители и приказал украсть дух звезды, был кем-то из своих. Это Фантом. Он во всем виноват. Как так? Этот коварный негодяй был жадным до власти. Он предал ректора Исюаня. Фантом украл дух звезды и скрылся в темной обители. Исюань пытался его остановить. Между ними завязалась кровавая битва, но потом он исчез. Фантом предал дедушку? Но почему? Я же объяснил ему, что произошло. Очевидно, что Люк ни в чем не виноват. Так почему он его не отпускает? Я думаю, логичнее всего предположить, что Люк рассказал ему всю правду. Нет, да не верю в это. А вот и зря. Люк всегда предпочитает говорить только правду. Тут ты права. Эй, смотрите! А? Люк! Люк! Дедушка, где ты? Что произошло на самом деле? А, Люк! Что такое? Может, Фантом знает ответ. Ура! Похоже, ректор Стрингер тебя не наказал. В следующей серии, после разговора с ректором, Люк как будто упал духом. Он отвлекается на уроках и тренировках. Ему совсем нет дела до его друзей. Ребята не понимают, что с ним происходит, и решают устроить битву, чтобы вывести Люка на разговор. Редактор субтитров А.Семкин Переведено и озвучено Стрейт Бро в 2020 году. Роли дублировали Даниил Ефремов, Алексей Пустовойтов, Даниил Бледный, Дарья Шевчук, Ярослав Горнаев, Дмитрий Череватенко, Лина Иванова, Антон Богдасаров, Александр Коврижных, Александра Курагина, Владимир Голицын, Алексей Рыжков.